Василий Клышников и Наталья Попкова 45 лет живут в доме на Галактионовской, 96. Рассказывают, что строение признали аварийным еще в 2020 году. Из-за строительства метро дом начал разрушаться еще быстрее. Наталья, Василий и их соседи пришли к депутату Госдумы Александру Хенштейну с просьбой оказать содействие в переселении. Вот сейчас просто мы переживаем, что если будет программа с 25 по 30, что мы просто до 30 года не доживем. И пришли к Александру Хенштейну, так как знаем, что он человек принципиальный, очень ответственный, очень справедливый, очень такой за людей. Мы просим его, будем просить его о помощи в ускорении на расстеление наше. В ходе приема жители вместе с Александром Хенштейном и представителями департамента управления имуществом обсудили пути решения проблемы. Расселение из ветхого аварийного жилья является пререгативой областного правительства, это областная адресная программа по переселению. Елена Жуковская пришла на прием с другим вопросом. Женщина просит о содействии в устранении причин и последствий многократных подтоплений подвала дома на проезде Георгия Митселева. В декабре прошлого года Елена обращалась к депутату с такой же проблемой. Вместо того, чтобы заменить коммуникацию, которая у нас существовала, труба сотка проходила, быстренько нашли решение, заменили на вот такой вот шланг, так скажем. Для комплексного решения систематических прорывов и аварий на сетях необходима замена водовода. Понятно, что ресурсники выполнили свои обязательства, проблема полностью не ушла в прошлое, но важно здесь ее решать, конечно же, сообща, в том числе и с учетом жителей. Поэтому, да, в ручном режиме будем по каждому вопросу, там, где есть перспективы, будем эту перспективу добиваться. Жители областной столицы пришли с разными обращениями, но большинство касались коммунальных проблем и расселения людей из аварийного фонда. Ряд вопросов удалось урегулировать в ходе приема. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков, События.